Всем большой привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Приехала я на поле, немножко походить вечерком с прибором. Как видите, поле уже сборонили. Посевная у них начнется в середине мая. Успевают баронить, потому что погода стоит хорошая, сухая. И у меня уже первый сигнал. 102. Но еще не находила. Уж больно, хороший сигнал был. В прошлом году была я на этом поле. Ах, что у нас? Алюмишка хорошо била, как монета. Поле, конечно, громадное. Деревня была большая. Ходить не переходить. Но пока у меня находки не очень. Начало не монетное. Ложки железа. Тяжеленная такая штукенция. Била хорошо. Пришлось выкопать сигналы все одни хрипучие. Это что у нас? Какая находка выпахалась. В прошлом году здесь перепахивали. Ходила я здесь с разрешения. А здесь, говорит, ходи. Здесь все ходят. Кому не лень. Мне не жалко, ходи. Вот такие находки. Железные пока все. Пока бросим сюда. Одну кучку недалеко, потому что... Ну все, друзья. Иду я в правильном направлении. Был сигнал. Больше сотни. Как всегда, одна копейка 1924 года. Не смогла я ее почему-то нормально почистить. Очень сильно заляпанная. Но это земля. Насохла не на лед. Это вот земельный такой сухой налет. Очень долго надо ее чистить. Не будем терять время. Вот так прикольно. Начало уже есть. Круто. Вот я ямку заровняла. Ровненько все у меня. И обломочек ножа. Чей-то двор здесь. Хорошо уже здесь прочесали это поле. По весне. Я уже опять опоздала. В прошлом году приехала, опоздала. Все в ямах было. И в этом году точно так же. Все похоже на уже хорошо. Сигналов мало. Цветных железных много. А цветных мало. Две копейки советские. Ну хоть что-то, конечно. А то я уже хожу знаете сколько. Полчаса, наверное, хожу. После той монеты. Одни ложки копаю. 1962 года. 1962 года монеты всегда очень темные. Не то, что 30-е годы монеты. Те с золотом горят эти вот. Чернеют. Как хорошо сегодня птицы поют. Как у вас погода? Хорошая ли? Ездите на копы или нет? Дома сидите. Сигналы рядышком пошли. Если вот с этой стороны 71, 72. А так уже сигнал меняется. Но давайте выкопаем. Посмотрим. Сигнал. Конечно. Не очень был такой прямо. Это вот гильза. Выкопала, что ли я. Или не выкопала. Не видно. Сигнал-то хороший был. Куда чего? Ого. Ого. Сигнал неплохой, конечно. О, это что такое? Монета или не монета? Что-то гладкое такое. Погнутое что-то. Ну, скорее всего, монета была. Потому что гурт есть. Видим. Печаль. Вот бы такую монету найти, было бы здорово. Радости не было бы предела. А так печаль. И так монет мало. Да еще такие попадаются. Что за монета? Не знаю. Как смогла, так очистила. Монета Екатерины Второй. Здорово. 1795 год. Побольше бы таких монет. Монеты поднимают настроение. Найдешь и радуешься. Куда, говорят, тебе эти монеты? Да никуда, друзья. Свежий воздух, природа. Это вообще замечательно. В выходные походишь, получишь заряд энергии. И живешь целую неделю в хорошем настроении. Уже много прошла, а находок мало. Не густо, так скажем. Стала копать чей-каблук. Кто потерял, признавайтесь. Чей туфля? Мое. Спасибо. Плавающий сигнал. Мне нравится. Ох ты, ребята. Плавающий сигнал. Ух ты, серебро. Ух ты, 20 копеек. А что так плохо звенело-то? Сигнал был плавающий. На ребре, что ли, было. Моя ямочка заровнялая. Там видно, вот темненькое пятнышко. Вот здесь вот буквально прошла. Не так далеко и прошла. И еще один сигнал. И серебро. Вот оно. Проходишь, ходишь, не можешь место найти. А так пойдешь туда, куда надо. И находки пошли. Все, теперь уже точно счастье привалило. Говорят, вам счастье привалило. Бессовестно врут. Дедушка Хабар мне сегодня. Говорю, ты чем меня порадуешь? Как стало его зазывать, так монетки пошли. 1923 год. Подзаляпано, но все хорошо видно. Очередной сигнал. 66. В общем, как-то прыгает. Но что-то не глубоко лежало. 58, 62, 57. Плавает. Но. Ах, плавает. А что он плавал? Эти монеты хорошо так-то бьют. Золото партии у нас. Как без него? Все новые перчатки заморала уже сегодня. 31 год. Золото пошло. Сначала медь, потом серебро. Сейчас уже золото. Если вы решили заняться приборным поиском, рекомендую магазин у деда Мити. Всегда широкий ассортимент металлоискателей, катушек, запасных частей и аксессуаров. Вас всегда грамотно проконсультируют и помогут подобрать все необходимое снаряжение для поиска. Ссылка на магазин будет в описании под видео. Если вы назовете промокод в поисках клада с Дашей, вы получите отличную скидку. Переходите, друзья, заказывайте. Копаю сигнал и выкопала. Но он где-то был на поверхности, потому что я, наверное, под камушками не заметила его. Сигнал. Винчиком сейчас нашла. Сердечко. Скорее всего, была украшалочка конской упряжи. Ну все, любовь у нас с дедушкой Хабаром. Сердца мне уже шлет. Монетки. Сейчас и сердце свое подарил. Ну ладно, берем. Наконец-то хоть сигналы стали какие-то. Так. Попадаться. Ну. Как-то Можно копать, а можно и не копать. Ну не знаю. Я шла с той стороны, просто я отвернулась. Потому что если я буду снимать с другой стороны, будет ветер. Понимаю. Что-то дело. Да. Ну вот видите. Что здесь может быть у нас. О. Сухарик лежит. Поляживает. Три копейки. О, 46-й год. Уже вечер. Поехала сегодня. Поздно. Как всегда. Собиралась, собиралась. И к вечеру только собралась. Копала. И снова что-то было на поверхности. Сухарик. Сухарик лежит. Думаю, надо камеру доставать. А вдруг монета. Может быть. Нет обломочек. Маленькие вот эти обломки меня уже замучили. Я их уже столько накопала. Пол сумки уже всякого барахла. Еще какую-то штуковину откопала. Но била как монета. Накладочка, смотрю, лежит. На двери раньше ее так прибивали. И замочек вешали. Старинная накладочка. Ушла маленько подальше. Что-то там сигналов не очень-то много. Сейчас я где-то нахожусь в середине деревни. Солнышко садится. Красота. Ветер немножко стих. Каждый день погода. Весь день ветрищи. Потом к вечеру стихает. Тишина. Спокойствие становится. Пробеглись немножко. У меня был сигнал. Шестьдесят восемь-семьдесят один. Так. И что у нас? Что здесь такое? Сухарик полевой. Пять копеек. Но все в окислых. Много химии попало на монету. Где-то тридцатый-тридцать первый год, я думаю. Хотела уже идти дальше. Катушкой провожу рядом. Там еще, оказывается, один сигнал. Ну, не знаю, что здесь, конечно. О, смотрите, ребята. Еще одна монета, оказывается. Две монетки лежала. Ой, люблю я так. Как же мне нравится, когда в одной ямке несколько монет. Такой же сохран не очень. Вся монета в окислых. Руки уже все засохли от земли. СССР. То ли тридцать третий, то ли тридцать пятый. Так что проверяйте свои ямки. Здесь вот я пятачок нашла. А здесь, оказывается, еще и две копейки было. Нормально. Сигнал был хороший. Смотрите, как не выкопать 115. Но, увы, увы, не монета. Не знаю, что такое. Может, ковина. Ну, вот что-то такое. Что, не знаю. Какая-то запчасть. Так, где же у нас сигнал был? Пока камеру доставала, сигнал потеряла свой. 51, 52. Не очень я люблю такие сигналы. Низенькие, но приходится копать. Сухая монета. А где-то была не глубоко совсем монитофина наша. Это у нас 20 копеечек. Щитовичок. Затертая монета. До ужаса. Что уж нам сегодняшний день преподнес, то и соберем. Вообще, классное что-то. Неглубоко. Четенько так звенит. Классно. Что-нибудь было. Такой сигналище был классный. Что за номер. Вот так копаешь, копаешь. Сигнал хороший, раз и пропал. Редко, но бывает. А, что-то в ямку упало. Что-то маленькое, наверное. Монетка. Монетка. Что это? Ух ты, я уже думала золото. Как карда. Чья? Какой-то кепки. Я помню. Кусородный брат пришел. Что-то подобное было, по-моему. Еще и такие находки есть. Интересненько. Ну, вот хоть что-то. Сегодня, кроме монет, нашла. Еще и конина. Без нее никак нельзя. Украшение конской упряжи. Люди раньше ездили на лошадях. Если ее очистить, то она будет как золотая. Солнце село за лесом. Не знаю, сколько еще похожу. Пока еще можно. Сейчас весна. Цветовой день длинный. Так что, хоть и солнышко село, но можно еще и походить. Самолет летит. Самолет летит в Москву. Да, ушла я в конец поля. Машину моей там почти не видно. Так, где моя машина? Видите, как далеко идти обратно? Ушла уже далеко. Сигнал хороший. 103-102. А вдруг? Будем копать. Конечно, будем копать. Эх, хороший сигнал. Не пойму я. Не пойму я. Ну, это уж точно не наш сигнал. Что мне пинчик? Железо нашел. Нет, это не наше. У нас был хороший сигнал. Что-то ты мне не то нашел. Не знаю, где, чего тут. Не понятно. Не сигнал-то. Нет, это у нас тоже ерунда такая. Я ее уже в сумку закинула. Звенела так. Ну-ка. Это сигнал, что ли? Точно. Вот. Ты поразить такой. Гудела так и хорошо. Монетный сигнал. Зря пин ругала. Говорю, нашел ты мне не то. Все то. Только не то, что я хотела. Еще сигнал. Ага. Запикала хорошо. Ох ты. Снова троячок. Мне сегодня день трояков. Одно тысяча сорок девятый год. Все, 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 все. Немножко прошла. Еще такой же сигнал. Так, где он? Неужели еще одна монета? Похоже на то. Так. Ну-ка. Проверим. Ну, замучилась я ее вообще искать. Монету эту еле нашла. Она у меня уже куда-то туда ее потом скачила. Три копейки сорокового года. Поцарапанная монетка. Ну, какая есть. Ну что, друзья. Дошла я до машины. Обзорчик сделаю сейчас своих находок. Включила фонарик. Так уже ничего не видно. 12 монет сегодня. Нормально. Ну, конечно, поле хорошо пропылесосили. Все равно немножко и мне оставили находочек. Даже серебруха. Вначале прям так хорошо пошло. Империя. Империя. Серебро. Ранние советы. Все замечательно. Но потом дальше вот пошла и как-то все советы, советы, советы. Тройки. Кокарда у меня. Сердце от дедушки Хабара мне досталось сегодня. И по сопутке. Целая сумочка у меня. Ложечек. Алюмишечек всяких. Крышка какая-то. Студия. Вот такой результат. Ну, неплохо. Ну что, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok